Доброго времени суток, уважаемые телезрители! Мы очень рады, что вы сегодня присоединились к нам. Вы смотрите телеканал «Импакт» и в эфире программа «Влияние». Еще раз хочу поблагодарить вас, что вы позволяете нам прийти в ваши дома. Я надеюсь, что не только дом ваш открытый, включен телевизор или компьютер, как вы нас смотрите сегодня, но я хотел бы, чтобы наши сердца были открыты сегодня также. Сердца людей, которые находятся в студии, они открыты, они промоленные. И мы готовы к тому, чтобы провести это время с вами. И хотя мы будем иметь здесь диалог за этим круглым столом, но мы хотели бы, чтобы мы имели общение вместе с вами. Вы знаете, что это такая хорошая особенность Церкви Божией по всему миру, что мы в разных уголках, на разных континентах, мы – тело Иисуса Христа. И мы не просто так называемся, это не просто так определение, но у нас есть вот эти взаимоскрепляющие связи. И поэтому, если где-то Церковь испытывает сложности, я хочу вам сказать, что мы здесь, в Сакраменто, переживаем за вас, молимся о вас, сочувствуем и верим в Божью помощь там, где вы есть. Если мы слышим о Церкви, которая успешно шествует в своем городе, распространяет Царство Божие, нас также здесь переполняет радость. Поэтому сегодня мы хотели бы, у нас есть гости, которых я представлю прямо сейчас, и мы поговорим о Церкви в Украине и непосредственно в городе Одессе. Мы немножко затронем Церковь в Америке и непосредственно в нашем городе Сакраменто, так как мы вещаемся сегодня вот с престольного града Калифорнийского, это столица штата Калифорния. И мы очень рады этой возможности, благословляем вас. Я хотел бы сказать, что в конце передачи мы желаем помолиться за ваши нужды. Может быть, у вас есть маленькие нужды, может быть, у вас есть нужды, которые большие, огромные, и вам кажется, что нет решения для них, у Бога есть ответ. И что мы сделаем, это мы вот с нашего конца, с нашей стороны, мы обязательно согласимся, будем верить по Писанию, по слову, что Бог послужит вам и ответит вам на нужды. Пусть Бог всех благословит. Я хотел бы представить наших гостей, которые сегодня впервые, это ваш дебют на телеканале «Импакт», и, во-первых, это пастор Виталий Казаченко, Одесса, Украина. Пастор Виталий, приветствую тебя. Приветствую вас, приветствую наших дорогих телезрителей. Классно будете у вас здесь, очень здорово. И я думаю, у нас хорошее будет время сегодня. Ну и вот посредине нас пастор Василий Немчинов, и он уже какое-то время пребывает здесь, в нашей стране, в стране Соединённой Штаты Америки, но он также приехал из Украины, в город Одесса. Поэтому, пастор Василий, приветствую тебя. Приветствую вас. Спасибо за такое красивое представление. Я уверен, что у нас сегодня будет потрясающее время с Господом и вместе с вами здесь. Несомненно, несомненно. Я хотел бы вначале, так как вы впервые на телеканале, чтобы вы немножко сказали о себе, вот по очереди, о вашей семье, о вашем служении. И чуть-чуть позже мы, может быть, коснемся церкви в Одессе, но вначале вот чтобы наши телезрители, они имели представление, кто у нас сегодня в студии, кто у нас в гостях, кто посетил наш город Сакраменто, пастор Виталий. Так, еще раз приветствую, друзья. Меня зовут Виталий, фамилия моя Казаченко. Я из Одессы. Здравствуйте, как в старом фильме. С 99-го года наша церковь, соответственно, я являюсь пастором церкви с 99-го года. Спасся в 92-м году, так что все мы родом оттуда. С начала 90-х, с того самого потрясающего пробуждения, которое затронул бывший Советский Союз. Закончил библейскую школу в Москве, Слово жизни. Первый курс, второй курс. Женился. Потрясающая у меня жена Наташа. У меня трое детей, старший сын и двое девочек. И, в общем-то, вот сейчас мы все вместе, уже большой семьей, ну или, как сказать, большой, или не очень большой, но служим Господу в Одессе и достигаем людей до края земли. Вот к вам приехали. Спасибо большое. Нам очень приятно наше новое знакомство. И вот у нас с нашей стороны такое чувство, что мы давно друг друга знаем. Точно. И я хотел бы, чтобы это же прочувствовали наши телезрители. Обратно же, говоря о том, что мы все-таки родственники, мы родные друг другу через Иисуса Христа. Пастор Василий, скажи, пожалуйста, о себе. Я так понял, тот же город, та же Одесса. Тот же город, абсолютно, та же Одесса. Но в Одессе я оказался после того, когда я покаялся. Я пришел, я пришел, я аккуратненько, немножко постараюсь рассказать историю своей жизни. Началась она очень давно, 38 лет назад. Я все не буду рассказывать. Так произошло, что вначале покаялась моя старшая сестра. Мы не выросли в христианской семье, не родились в христианской семье. И она мне рассказывала о Господе. И так случилось, что однажды Господь, Он через нее коснулся меня. И моя жизнь полностью изменилась. И когда я шел с армии, у меня были свои планы. Но Бог, Он вышел мне навстречу. И так случилось, что я покаялся в Одессе. Прежде, нежели я попал даже к себе после армии домой. И моя жизнь полностью изменилась. Что случилось бы, если бы ты не попал в церковь, а напрямую поехал домой? Если бы я не попал в церковь, попал бы напрямую, я бы, я планировал убийство одного человека. Знаете, этот человек, он сделал очень много зла в моей семье. И я осознавал, полностью был убежден в том, что этот человек, он заслуживает смерти. И я планировал еще до армии это убийство. В армии все четко отладил. В армии ты подготовился? Конечно. Тренировался. Накачался, все такое. Да, он здоровался. И я запланировал. Я когда-то был очень здоровый и очень красивый. А сейчас только красивый. И так произошло, что моя сестра мне говорит, Василий, давай сходишь, увидишь, куда мы ходим в церковь. А я заехал в Одессу отдохнуть. Я был хлеборезом, поваром. И я приехал, и так произошло, что я попал в церковь. Там предложили выйти на покаяние. И я помню, как сейчас этот момент, когда я вышел пред алтарем, образно говоря, и мне сказали, ну что, ты отдаешь свою жизнь Богу, ты посвящаешь ее на служение, ты отрекаешься от дьявола. И я думаю, я повторяю эту молитву покаяния, думаю, Господи, я отрекаюсь от дьявола. Я ожидал этого времени полтора года. Ну, я был не в тюрьме, слава Богу, в армии полтора года. И думаю, и сейчас я отрекаюсь от дьявола. Да я возвращался туда, чтобы с друзьями отдыхать и все такое. И много-много плохих вещей делать, но Бог, Он нашел, и Бог изменил все. И Он использовал эту приоткрытую дверь с моей стороны, и Он вошел в мою жизнь и полностью изменил все. И знаете, прежде нежели я вернулся домой, я уже покаялся, вернулся в дом, но я не делал зло, которое... Я пытался жить старой жизнью, не получилось. Я не убивал этого человека, а по-настоящему пришел и проповедовал ему Христа. И мы в этом городе Котовске, мы начали церковь. Я закончил библейскую школу, у меня тоже трое сыновей, и у меня одна жена, слава Богу, с одной я справляюсь по милости Божьей. И так, Бог исцелил меня от многих болезней, не буду сейчас рассказывать всего, но я настолько благодарен и признателен Богу, что 20 лет назад, а именно 7 ноября, будет ровно 20 лет, как Бог нашел и привел меня в свой дом. Слава Господу. И моя жизнь полностью изменилась. И я, кстати, первый раз, когда я попал в церковь, мне показали, вот смотри, это этот человек, это он. Я говорю, кто? Виталий Казаченко. И мне показали моего пастора, с которым мы уже служим на протяжении, и вместе начинали церковь, и служим, я был помощником уже около... Да, мы с его сестрой молились за его же спасение. Закончил я библиейскую учебу в Москве тоже. Подожди, подожди, потому что тебя тяжело остановить, есть что сказать. Друзья, я хотел бы вот на это обратить внимание, потому что это нельзя обойти, потому что Бог, Он меняет людей. Аминь. Сто процентов. И вот смотрите, Евангелие, которое пришло в твою жизнь, оно, во-первых, благословило тебя, потому что ты стал хорошим человеком. Очень. Ты не пошел в тюрьму, твоя жизнь не пошла кувырком, как говорят в обществе. Евангелие спасло жизнь еще кому-то, о котором, ну, я не знаю, о ком вообще идет речь, но я благодарю тебя за твою искренность, за то, что ты можешь так открыто говорить об этом. И я знаю, что каждый из нас, если вы верующий, смотрите сегодня нашу программу, мы можем иметь это свидетельство, что Бог помиловал нас, и Он благословил нас, во-первых. И через то, что Он благословил нас, Он благословил много людей вокруг вас. И, может быть, вы сегодня, слушая эту передачу, не знаете Бога лично. Может быть, вы случайно включили канал, или вам кто-то сказал о том, что будут гостями, вот, пастора из Одессы, сегодня Украины. Мы еще раз желаем сказать вам, что Бог вас любит. И если Евангелие придет в вашу жизнь, ваша жизнь изменится к лучшему. В это я верю. Это не значит, что не будет трудностей, это не значит, что не будет сложностей. Но я недавно поприветствовал в церкви о том, что с Богом любую сложность и трудность легче пройти, намного легче. И я не верю в то, когда говорят, что если ты придешь к Богу, ты приготовься, тебе будет тяжело, тебе будет грустно, ты должен взять крест. И вот тебе будет... Бог сказал, Иисус сказал, придите, мое иго, оно легко, время мое легко. И тот крест, который вы должны будете нести, мы все должны нести крест, со мной его пронести намного легче. Пастор Виталий, ты тоже был таким большим грешником, как и вот предыдущие свидетельства. Думаю, вот не настолько вот таким грешником, вот не таким атифистом. Нет, безусловно, каждый из нас до прихода Господа, я думаю, каждый до прихода к Иисусу, в общем-то, абсолютный грешник. Не важно, маленький грех, большой грех, планировал ты какое-то зло какому-то человеку, или даже не планировал ты зло, просто жил тихой, спокойной жизнью. Или человек живет тихой, спокойной жизнью, но не обращаясь к Иисусу, не посвятив Ему свою жизнь, все равно греховная натура человека, она доминирует. И она толкает человека в депрессию, если не брать крайние вещи, да, какие-то злостные такие вещи, то есть внутренние проблемы человека. Депрессии, какие-то ужасные мысли, страхи и так далее. Безусловно, человек без Бога, он таков, и это действие греха. Я был одним из них, из таких людей, который жил, безусловно, в своих движениях, как говорится, конец 80-х, затронул многих молодых людей и начало 90-х. Но, слава Богу, обратившись к Иисусу в 92-м году, кстати, моя Наташа, будучи тогда еще не моей женой, теперь она моя жена, и она проповедовала мне, и я пришел к Иисусу. То есть твоя жена тебя покаяла? Да. Она сегодня имеет замечательного человека, замечательного мужа. Я сегодня во время нашей дневной беседы смог установить такую очень конкретную цепочку, что ваше спасение, ваш приход к Богу, он начался с семейства гладышей. Гладышей, да. И через них пришла твоя жена, которая в свое время проповедовала тебе, привела тебя, а ты уже проповедовал и молился за Василия. И вот это очень замечательно было сегодня это осознать. Вот Библия говорит об этих цепочках, о вере, которая пребывала в бабке Лаиде, матери Евнике. И вот мы благодарны за всех людей, которые привели нас к Богу. Я вспоминаю тех людей, которые повлияли на мою жизнь, в моем становлении, в том, когда Бог призвал меня на пастырское служение. И вот в 99-м году я так понял, что в городе Одессе была начата церковь прославления. Скажите немножко за свою церковь. Почему прославление? Вы что там прославляете только? Есть ли молитвы, есть ли слова, другие движения? Всей жизнью я верю, что христианин должен прославить Господа своими делами, своими талантами, достижениями, иногда даже словами. То есть всегда прославлять Господа. С приходом новой волны, то, что мы называем харизматической волны. Это слово прославление, оно подверглось множеством атак. И когда мы говорим о прославлении, зачастую мы просто говорим о хлопании, о особых песнях и так далее. Но очень правильно подмечено, что прославление, если оно начинается в церкви, то оно должно иметь продолжение дома, за стенами церкви. Это наша жизнь прославление. Это наша жизнь, совершенно верно. И вы своей церковью планируете прославить Бога, да? И прославляем, и планируем. Прославили, и еще прославим. И еще прославим, да, слава Богу. Да, я вернувшись с Москвы, со второго курса библейской школы, со словом от Господа, верю, что Бог, Он действует через свое слово, начать библейский центр. Вот начали центр, и в 99-м году мы зарегистрировали и провозгласили. Было чудесное время, конференция, Питер Мел к нам приезжал, кто-то, очевидно, знает из наших телезрителей, этого служителя, который много делает в Украине, особенно в деревнях. Мы провозгласили церковь, и с того самого времени, по сей день, церковь прославления. Кстати, еще за несколько лет до этого, когда я еще не думал о том, что я буду пастором, что буду начинать церковь, мне пророчествовали на одной конференции. Если вы помните, в 80-х, в конце 80-х был такой, уже ваш соотечественник, американец, Кармен такой, или Кармен, как правильное ударение поставить, певец христианский. И он много проповедовал. Очень известный. Очень известный в свое время. Вот одна из молитвенников, пророчица из его команды, пророчествовала мне и говорила, как тебя зовут? Я так попытался еще по-английски свое имя назвать, это смешно, я думаю, было. Я сказал, my name is Vitali, и они посмеялись. Но она сказала, Господь говорит, придет время, и тебя будут звать прославление. И я об этом вспомнил уже после того, как мы зарегистрировали церковь, как начали служение, и потом через несколько лет, это как пришло мне на память, что вау, Господь говорит. Вот как интересно, что вот подобные моменты, они моменты подтверждения. Подтверждение. Это очень важно в нашей жизни. Потому что если Бог что-то сказал, Он обязательно это подтвердит. Если Бог сказал, что это для твоей семьи, тебе как мужу, Он обязательно подтвердит это твоей жене. Если подтверждения нет, может быть, это и не был голос Божий. Может быть. Ну, если иногда, если жена слышит, и нет подтверждения от мужа, это тоже может быть голос Божий. Но это отдельная передача и отдельная тема. Но в нашей жизни очень приятно. Мы всегда, люди верующие, мы ищем вот этих подтверждений, как подобно. Пастор Василий, тебе что-то Бог подтверждал? Вот как ты вообще стал пастором и как долго служил ты в Одессе? Все начиналось очень-очень серьезно. Ну, как всегда. Знаете, так произошло, что мы по-настоящему, я пришел в Одессу, приехал, попытался начать новую жизнь. Там из области, да, и как-то приобщаться к церкви стал. Потом понял, что без Бога никуда нельзя продвинуться. То есть, ну, в каком смысле продвинуться, вы понимаете, что... Если ты уже идешь за Богом, тебе нужно какие-то вещи просто оставлять. Они должны... Ну, ты избираешь следовать за Христом все-таки. И так произошло, что я учился, потом я работал, закончил библейскую школу. Тоже в Москве. Услышал призыв к тому, чтобы ехать на миссию. Поехали, как я уже говорил, немножко в свой город, в город Котовск. Там недалеко я жил, в селе Глубочке, такое из села. Кстати, может быть, нас кто-то сегодня из Котовска смотрит? Может быть, и я очень рад. И передаем привет, и благословляем. Этот уже известный, известное место. Это город, да? Да, это город, а там есть рядом такая небольшая деревня, Глубочок. Там меня знают все. Кстати, Котовск переименовали, теперь он уже Покровск. Да, ну, там многое переименовали. Да, я уже знаю. Но я хочу сказать, что так... Ну, мы вернемся к этому переименованию, к другому там сезону в вашей стране. Кому-то бывшей, кому-то настоящей. Еще поговорим. И так произошло, что я вернулся, вместо того, чтобы принести куда-то боль, разруху, плач и все такое, мы начали там церковь. Пастор Виталий Насла направил команду, и мы начали группу. На первое собрание пришло 70 человек в моем селе. Это было потрясающее время. Люди пришли, некоторые говорят, до последнего, пока, говорят, мы увидели, когда ты вышел на сцену, и ты вышел с Библией, мы тогда увидели, что ты серьезен. То есть поверили. Мы тогда поверили, что ты уже верующий. А до последнего мы думали, что ты нас разыгрываешь. Но я вам хочу сказать, я вышел, начал проповедовать. Кто-то покаялся, кто-то не покаялся. Но сам факт, что я рассказывал всегда и рассказываю до сих пор о том, как Бог изменил мою жизнь. Бог исцелил меня. Он исцелил мое заикание. Бог исцелил мою проблему крови. И многое, многое, многое сделал Бог. И я об этом молчать не могу. Бог творит чудеса. Бог творит чудеса. И что самое для меня одно из самых-самых важных, потому что я всегда размышлял над мыслью, а зачем мы вообще живем? Зачем я родился там, где я родился? Зачем я живу там, где я живу? Такие мысли, которые обычно для людей так просто не заканчиваются. Знаете, ну, заканчиваются либо суицидом, либо еще чем-то. В моем случае это Иисус, это спасение. И Господь, Он дал призвание, дал направление, в чем двигаться, в чем функционировать. Я получил в своем сердце в библейской школе, получил четкий призыв от Бога. Мы время от времени делаем вот эти отступления. И ты просто говоришь много истины. И я хочу кое-что подчеркнуть. Акцентки такие. Вот мне особенно еще раз понравилось то, что ты вернулся в свой городок. И свой город, своя улица, свой район – это непростое место, куда можно вернуться и проповедовать. Есть в деяниях такой пример, когда апостол Варнава с Павлом поехали в первое миссионерское путешествие, то первое место, которое они посетили, где они служили, это было место, где апостол Варнава вырос. Это был Кипр. И они служили там. И я сейчас хочу обратиться, особенно ко всем тем, кто живут в Соединенных Штатах Америки. Я хотел бы, чтобы вы не забыли те места, откуда вы выехали. Не забудьте церковь, где вы познали Бога. Не забудьте друзей, с которыми вы ходили в школу. И быть с ними на связи на одноклассниках, я думаю, что это хороший шаг, но это еще не все. Я думаю, что одна из причин, почему мы здесь оказались в Америке, это был Божий план. И одна, есть несколько причин, я сегодня не буду говорить о всех, но одна из них, это чтобы мы стали благословением для тех мест, откуда вы выехали. Чтобы вы поехали в Котовск, чтобы вы поехали в Брест, чтобы вы не забыли Одессу, чтобы вы поддержали пастора, может быть, финансового, и, может быть, послали посылки тем, которые проходят какое-то сложное время. Может быть, это просто поднять трубку и кому-то набрать, кого-то вдохновить, сказать, что вы помните, дружите, любите. Поэтому не забудьте ваши начинания, где вы росли, где вы познавали Бога особенно, особенно церкви. Я знаю, что много церквей, они просто благословлены, если у тех людей, которые выехали, правильное отношение. Поэтому продолжай, мы будем подмечать такие вот интересные моменты. Окей, вы будете записывать. Бог через тебя сегодня конкретно говорит. Я рад. Мы не зря посадили тебя в церкви. Я рад. Это может, потому что я в пиджаке. И ты не зря одел пиджак. Милоть. Да, милоть. И я хочу сказать, на самом деле, вот то, что пастор Владимир сказал, мы возвращаемся в свой дом. Я заметил такую тенденцию, что людям легче разговаривать с людьми, которых они не знают. Легче свидетельствовать. Но люди, которые вас не знают, они не знают ваши проблемы. Они не знают, что было в вашей жизни. Помните, как в деяниях тоже описывается, что пойди и покажи, расскажи, что сотворил для тебя Бог. То есть, когда люди не знают, они думают, а может, ты шутишь, а может, ты обманываешь или лукавишь. Но когда люди знали о проблеме, о ситуации в семье, со здоровьем, с тем, с тем, с тем, мою ситуацию они знали, да, то им легче принимать и осознавать, что на самом деле Бог, Он производит переменную жизнь. То есть, они ведут радикальную перемену человека. Абсолютно. И я хочу сказать, потом я начал служить в церкви все больше, был миссионером и стал потом руководителем миссии. То есть, где нужна была помощь и служение, помощь пастору и служению в развитии церкви. Миссия, молодежная работа, молодежные лагеря. Все, что можно было, я все делал. И даже пел. Пасторская деятельность. И даже пел, и даже танцевал. То есть, сделал все для того, чтобы имя Господа, оно было прославлено. Нас осуждали, говорили, ну почему вы делаете это, а где вы то? Я говорю, слушайте, если надо танцевать, но и через это люди будут приходить к Богу и каяться, я готов танцевать. Я, кстати, танцую, хорошо, можете заказывать. Ой, это очень смешно. Я шучу, это была шутка. Это очень смешно. Ну, я скажу вам, что на самом деле... Я не знаю, о чем идет речь, поэтому... Еще будет возможность как-нибудь пройдем и танцевать. Но я работаю с молодежью, работал, поэтому мне приходило... Но не во время этой передачи. Я постараюсь держать себя в руках. Пастор Виталий, расскажите, вот чем занимается ваша церковь? Какие у вас служения? Вот на что вы обращаете внимание? Вот церковь, прославление города Одессы, что она делает? Одно из центральных в видении церкви, это вот так и звучит сильная поместная церковь. То есть строительство сильной поместной церкви. Также миссионерская работа и благословение Израиля. Такие три грани в видении. И когда мы говорим о строительстве сильной поместной церкви, то, безусловно, во-первых, это дети Божьи, которые снаряжаются духовным оружием, снаряжаются Божьим словом для того, чтобы помочь людям в этом мире измениться. И мы достигаем людей в разных сферах жизни. Я верю так, что в церкви должно несколько поколений быть. Я не имею в виду, что однажды несколько поколений, а одновременно может функционировать несколько поколений. У нас есть и служение преклонного возраста. И это благословение для взрослых людей. И не только это касается продуктов, в которых они нуждаются сегодня, конечно же, в Украине. И я думаю, что не только в Украине подобные ситуации могут быть. Я говорю о бывшем Советском Союзе. Но также они собираются вместе, они посещают друг друга. Молитва, изучение Божьего слова. В общем, мы их называем как звездная лига. Звездная лига. Они такая зажигают церковь. Также, безусловно, это молодежная работа. Я верю, что молодежь это то, что перевернет и Украину, и еще понесет пробуждение до краев земли. И молодежные лагеря, молодежные конференции, подростковая работа. Как раз мои дочки, младшие 17-16 лет, они часть молодежного служения, но также возглавляют и подростковое служение. Мы проводим лагеря и детская работа, безусловно. Это внутри, так бы я так рассказал, да, мы затрагиваем эти сферы. Также, безусловно, это большая социальная работа. Это и центр реабилитации нарко-алкозависимых. И сейчас уже реабилитация воинов АТО. Реабилитация людей, приехавших с территорий, или военных, или прифронтовых территорий, которые пережили некие стрессы, шоки от взрывов и так дальше. То есть сейчас это уже еще больший спектр. Это и служение в тюрьмах, и на зонах, безусловно. Капелланское служение, но у нас ребята из церкви служат капелланами как в местах лишения свободы, так и военными капелланами. Опять все там же сегодня. Есть ли информация о вашей церкви где-нибудь, может быть, на странице в интернете? Если нас сегодня смотрят кто-то в Одессе и не желают посетить вашу церковь, может быть, нас смотрят те, которые ни разу в церкви не были, как найти вас? Praise.od.ua. Это наш сайт, и также на Фейсбуке реформаторская церковь прославления Одесса сразу же... То есть praise.ua... Praise.od.ua. Praise.od.ua. А церковь прославления. Запомнили. Ясненько. Множество сфер. То есть все разные сферы общества, церковь затронута. Я думаю, что вы все согласитесь со мной, что церковь, она и призвана прикоснуться к разным сферам общества, чтобы нести туда свет и вот таких вот молодых, красивых спасать и высвобождать. Приятно слышать, что церковь, она не просто закрывается сама в себя. У церкви есть первичное задание. Это, во-первых, служить внутри стен, чтобы там совершали, чтобы это был по-настоящему храм, чтобы там совершали служение. Богослуживание, да. Да, чтобы люди могли там познавать Бога, чтобы семьи, которые приходят в церкви, о них позаботились, о молодежи, о детях, о пожилых. Но печально, что очень многие церкви, они на этом останавливаются. То есть печально, что многие церкви, они останавливаются только на том, что происходит внутри стен. Но я верю, что великое поручение, оно относится к тому, чтобы мы, как церковь, которая спаслись, которые научились, подготовились, могли пойти. Есть великое слово, которое говорит, придите в Библии. Но великое поручение – это пойдите. Идите, и научите. Идите, научите, и проповедуйте. Поэтому очень приятно, что есть в Одессе церковь прославления, которые, во-первых, собраны, святые собраны, абсолютно разные. И они выполняют великое поручение, выполняют миссию Иисуса Христа. Я хотел бы спросить такой вопрос. Спросить вопрос о состоянии церкви. Есть ли разница состояния церкви до Майдана и после Майдана? Есть ли изменения, которые произошли в церкви, в служении в церкви, скажем, до тех событий, которые произошли на площади в Одессе? И после тех событий? Дом профсоюзов? Дом профсоюзов, да. Вот, может быть, кто-то не знает, не то что тех событий, которые произошли, но вот мой вопрос – это в чем изменилась церковь? Как изменилось служение церкви? Как изменилось взаимоотношение между служителями? Есть ли изменения или их нет? Или просто церковь продолжает делать то, что она делала? Любые кризисные моменты, они, в принципе, меняют человека. То же самое и общество, то же самое и страну, и, конечно же, и церковь. Как они изменили Украину? Это событие, этот переломный момент, как изменило Украину. Давайте вернемся именно к церкви, и о церкви к Украине. Ну, я имею в виду именно церковь в Украине. Церковь в Украине, я понял. Люди, они, на мой взгляд, повзрослели, как бы это странно не звучало или банально не звучало. То есть церквям, и в основном, как город Одесса, церкви, кстати, у нас много хороших церквей в городе Одессы, потому что добро пожаловать всем в город Одессу. Любая из церквей — это благословенная. А сколько вообще, дайте нам представление, сколько церквей в Одессе, сколько верующих у вас именно протестантского направления? Я не буду говорить католического, православного, другого. Безусловно, есть и католические церкви, и православные церкви, конечно же. Если говорить о протестантах, то, наверное, около ста церквей, Василий, да? До ста церквей, так будет более правильно сказать. Да, до ста церквей — это и евангельские церкви, это и братья-песятники, и баптисты, и харизматические церкви. Вот все вместе у нас где-то так. И есть адвентисты седьмого дня. Кстати, хочется привести сравнение, что вот в нашем Сакраменто тоже больше 80 церквей, то есть цифра, она где-то похожа. Но, если посчитать все церкви, то в нашем городе, в Сакраменто, 1200 церквей и групп. Это много. 1200 церквей и групп. Слава Богу. Слава Богу. И у нас очень хорошее общение среди пасторов, поэтому я могу сегодня смело сказать о мировоззрении, о понимании пасторов и, соответственно, церквей города Одессы. И Одесса, она, в принципе, отображает Украину в мировоззрении. Потому что вся ситуация, которая произошла в Украине, упомянутый Майдан и сегодняшние военные действия, к сожалению, все еще идущие, подтолкнула церковь, во-первых, объединиться для молитвы, как минимум, хотя это очень много и важно, и первостепенно, для помощи людям, проповеди. В этом времени люди, они открыты, они ищут помощи, кто поможет, Господь поможет. И церкви, они совместно трудятся, и гуманитарные помощи, и так дальше. Церковь повзрослела из-за этого. Пришлось пересмотреть целый ряд моментов. Например, церковь и война, церковь и политика, церковь и Майдан, революция, так ее называют. Но, в общем-то, революция достоинства, гидности, но на русском языке достоинства. Вот как церковь осталась до этого всего в мировоззрении или пошла вперед? Я думаю, церковь пошла вместе с Украиной вперед. Не всем, может быть, это понятно. Я имею в виду, братья с разных других стран бывшего Советского Союза, может быть, по-разному смотрят на эту ситуацию. Но, я думаю, и время покажет. И все-таки мы братья, и братская любовь, она победит, и мы увидим, что... Единственный комментарий, который я хочу сказать вот к этому моменту, я вспоминаю, я затронул еще церковь, которая жила при Советском Союзе. И церковь... Естественно, другая ситуация, другие факторы. Но вот в моей памяти очень конкретно осталось то, что церковь во всем бывшем Советском Союзе, она была едина. И она даже была едина не просто вот с этими пятнадцатью республиками, но она была едина с церковью в духе. В Америке, в Африке мы переживали за то, что происходит в Африке. Мы имели помощь из Европы как церковь. Церковь, которая в подполье была, в преследовании. И для меня она... Такой хороший пример, что она была выше всего. И когда пришел кризис и конфликт, вот это российско-украинский или донбасско-украинский, или как там мы бы его не называли, то есть печальная такая констатация факта, что церковь разделилась по границам конфликта. И почему-то ни с одной, ни с другой стороны не было такого голоса сильного, который бы звучал для всех. А каждая сторона... Например, я ни в коем случае не осуждаю церковь на Украине, которая имеет правильный патриотический взгляд к своей земле, молится о своем правительстве. Это все на своем месте. Но вместе с этим хочется тоже сказать этот факт. И для меня он немножко печальный. Как хотелось бы, чтобы были эти голоса, которые превыше границ конфликтов. И все чаще и чаще мы слышим вот эти перепалки. Может быть, на уровне каких-то отдельных служителей, которые добиваются своих каких-то целей. И эти голоса звучат. Они популярны. И я хотелось бы, чтобы был все-таки тот голос, который скажет, все-таки, «Царствие Божие, оно превыше всего». Мы любим и тех, и других. «Царствие Божие, оно превыше всего». И скажу абсолютно, что лично я, как пастор, и многие пастыря имеют взаимоотношения и с пастырями в России. Безусловно, кто-то смотрит по-разному на ситуацию. Но абсолютно есть взаимоотношения, и они чуть выше всей ситуации, всего конфликта. Есть те, кого мы любим, и кто любит нас. И, безусловно, война, конфликт, он не расчленил нас, как церковь. Когда сегодня говорят, что украинская и церковь Украины, и Россия разделилась и расчленена, я не думаю, что это корректно так сказать. То есть есть какое-то непонимание у ряда служителей по данному вопросу. Иногда я тоже не понимаю, почему кто-то так говорит или так говорит. Но, тем не менее, я думаю, церковь все равно осталась единой. Хочется отметить вот это, по свидетельству из ваших уст, о том, что наряду с тем, что в стране сложности все-таки есть хорошие положительные изменения в церкви. Пастор Василий, вот как ты бы это прокомментировал. Церковь, она, ну, есть... Что-то появилось другое, и это оно сблизило церковь. Я слышал о том, что это произошло сближение в целых динаминациях, которые, может быть, раньше они вообще не общались друг с другом, но вдруг они могут собраться все вместе на одной площади, там склонить свои колени и помолиться о своем городе, о своем народе. И есть очень сильно. Это происходит по всей идее. Это происходит, и это здорово, на самом деле. Когда люди, они... Я когда был на Майдане, и мы были... Заходили в эту молитвенную келью, я захожу, там иконка, ну, так называемая келья, да, палатка. И это была зима, это было такое тяжелое время, там стоят полицейские, там бросают камни. Ну, такая жуткая атмосфера была. Мы вместе были тогда. С Дмитрием Александровичем были. И мы туда пришли. То, что я заметил, что мы заходим в эту келью, ну, я назову ее келья молитвенная, да. Окей. Мы заходим, а там есть иконки висят, там то, там это. Но что интересно, что там совершенно... Раньше, если бы я зашел туда, я бы сказал так, это идолопоклонники, это вот такие, осудил бы, понимаете, да. Но когда есть боль, когда есть... Когда люди гибнут, когда есть общая боль, то вот эти вот нюансы, все шероховатости и общая молитва, они стирают все шероховатости, все наши какие-то различия, конфессии или еще что-то, взглядов, направлений, и они объединяют нас вокруг боли. Потому что самое ценное, что есть у Бога, самая большая ценность — это человек. Самая большая ценность для Бога — это человек. Это не какие-то амбиции, еще что-то. И когда льется кровь, это, знаете, это страшно, и это как боль, когда кто-то вдруг, не приведи Боже, но в семье у кого-то заболевает какой-то смертельной болезнью. Все пытаются как-то помочь. А здесь, когда льется кровь, и люди гибнут, церковь, она собирается не вокруг, не для того, чтобы что-то кому-то доказать, кому-то научить что-то, как неправильно, как правильно креститься и тому подобные вещи, а не собирается для того, чтобы та боль, которая испытывает те или другие люди, чтобы она остановилась. Стоит отметить, вот, еще говоря о различных динаминациях, о различных конфессиях, что, может быть, я раньше этого не думал, когда был более молод, но я встречал очень искренних православных людей. И я встречал глубоко верующих католиков. Даже крещенных Духом Святым? У меня раньше вообще было другое отношение, взгляд на них совершенно. Они у меня были вот в категории неверующие люди. Но независимо, какой мы относимся к динаминации, всякий, кто искренне верит в Иисуса Христа, всякий, который может на основании Библии сказать, почему Бог простил его грехи, почему он может претендовать на вечную жизнь. И это не просто поверхность, он знает это. Это наш брат, это наша сестра, это Божья семья. И, наверное, вот эти моменты, когда ты склоняешься за свою землю, за свой город, за какую-то проблему, вместе молиться с другими людьми, оно сближает искренних людей. Я знаю, что есть люди в наших церквях, которые неверующие. Они, может быть, уже отступили от Бога. Они просто как культуру, культура христианства у них. Номинальные. Есть номинальные среди протестантов также. И это не значит, что если он ходит в протестантскую церковь, он автоматически может быть, находиться вот в этой моей колонке верующие люди. Хорошо. Такой вопрос у меня. Сегодня у нас через, буквально через две недели у нас будут выборы в городе. У нас будут выборы в штате. У нас будут выборы федеральные по всей стране в Америке. И мы будем выбирать президента и во власть местную и тогда локально. Что вы скажете, пройдя какой-то свой опыт украинский? Вот что бы вы посоветовали верующим? С одной стороны, я понимаю, что церковь, она не может, она не может, она не имеет права слиться с политикой, с политическими силами, структурами. И она должна стоять отдельно. И само определение, название церкви – это люди, которые вызванные, чтобы быть отдельно. Экклессия. Да, экклессия. Но с другой стороны, мы как часть народа, часть этой земли, граждане этой земли, мы должны занимать активную гражданскую позицию. У меня это, я имею это очень серьезное убеждение в этом. И мы должны в соответствии с этим что-то делать. Вот, пастор Василий, что мы должны делать, по-твоему? Перед нами выборы, у нас две недели. Что мы должны сделать? Назови несколько моментов. Ты как пастор посоветовал, и пастор Виталий потом дополни. Я надеюсь, я уверен, что он дополнит. Ну, конечно, первое, что нам необходимо, крайне необходимо делать, и я думаю, что многие верующие это делают, это молитва. Мы понимаем, что без молитвы… И почему-то Слово Божие говорит даже «прежде». Прежде всего мы совершаем молитвы, на самом деле, это первое. Второе, конечно же, нам необходимо сделать выбор. Я думаю так, это каждый человек абсолютно свой долг выполнить. Потому что потом, потом что происходит? Люди выбирают кого-то или назначают, ну, в разных странах по-разному, да? И так происходит, что потом люди говорят, вот, это я не выбрал, это там те выбрали. Но ты, не пойдя на выборы и не сделав, не озвучив свой выбор, не спросив у Господа внутри, Господь, кого ты видишь, правильного человека для этого времени? Господь, подскажи мне, как я обычно делаю. Потому что перед выборами все люди, они просто идеальны, депутаты или там кандидаты в президенты, они вообще превращаются в бабочек, у них вырастают крылья, они порхают, независимо от веса. Но самое главное, что мы не знаем, кто из людей для этого времени будет правильный человек. Возможно, этот человек, он может развязать ту или иную войну или еще что-то. Поэтому я думаю, что необходимо спросить Господа, Господь, кого ты думаешь? Я так делаю, я так делаю, я просто говорю свой опыт. Господь, кто для этого времени? Помолись. Помолись. И сделай выбор. И сделай выбор. И Бог обязательно скажет человека для этого времени. И я уверен, что это произойдет. Это мои два шага. Пастор Виталий. Я думаю, что, как правильно, пастор Владимир, вы сказали, что церковь, она не может слиться с политикой, но церковь не должна, на мой взгляд, не должна игнорировать вообще то, что происходит в этом мире. Церковь не должна стать таким закрытым монастырем, что ничего не слышу, никого не вижу. То есть церковь, на мой взгляд, должна быть голосом для этой нации, для своего народа, для своей нации. То есть это столб и утверждение истины. Это столб и утверждение. Это безусловно. И это не только в стенах церкви. Мы призваны это сделать в обществе. Конечно. Дело в том, что особенно сейчас, когда вы идете вот-вот к выборам, то, наверное, церкви не нужно просто делать. Я не знаю, за кого голосовать. И надо быть думающими людьми, думающей церковью, молиться, безусловно, и сделать правильный свой выбор. Но если говорить о голосе, например, в Украине, когда, возвращаясь к тем, может быть, не очень хорошим событиям, когда это было, церковь, она не осталась в стороне. Кто-то, может быть, обвиняет церковь Украины, но церковь, она обращалась, она говорила. Кстати, это и объединило разные конфессии. Мы в Одессе, епископы Одесской области, мы объединились, и мы обращались к правительству, мы благословляя, с одной стороны, правительство, с другой стороны, обращались и просили что-то сделать, остановить какие-то кровопролития и так далее. Мы осуждали беззаконие, мы осуждали убийства, которые у нас были, и мы это делали вслух, не тайно, где-то только лишь молясь. Мы продолжали молиться, но и на телевидении, мы делали пресс-конференции, мы делали официальные заявления, как церковь, как такой моральный индикатор своей страны, мы называли вещи своими именами. Это зло. Не переходя на личности, не обвиняя никого, мы называли вещи своими именами. Я надеюсь, что церковь так и останется, и такое должна быть, как у нас там церковь останется таким индикатором, и пусть в каждой стране церковь и будет индикатором, и не боится называть вещи своими именами. Но первично молитва и гражданская позиция. Пастор Василий, к тебе вопрос очень важный, сложный и простой. Можно ли молиться Господу за какого-то определенного кандидата? Вот, например, у нас сейчас в стране на президентское кресло претендуют в основном два кандидата. И можно ли к Богу приходить и сказать, Господь, я хочу, чтобы вот этот человек. И ты ответишь, вот я вспомнил одну молитву, которую мы делали. И вышел один служитель, и он молился и говорит, Господь, мы в этих выборах доверяем воле Твоей. Пусть воля Твоя выразится в голосовании народа. Но у нас есть одна просьба. Пусть это не будет женщина. И кто знает нашу политическую ситуацию в нашей стране, вы поймете, о чем я говорю. Он так помолился? Да. Это интересно. Вот можно ли молиться так? Так, ну я скажу примерно, аллегорию покажу такую. Это когда мы идем болеть за какую-то футбольную команду или еще что-то, и мы молимся, Господь, пусть выиграет эта команда. Ну, образно говоря. Вдруг Господь за другую команду. А вдруг та команда сильнее или для этого времени эта команда. И получается, для того, чтобы не испытывать разочарования, я все-таки думаю, что воля Божья, она есть благая, угодная и совершенная. Когда мы молимся о воле Божьей, тогда, потому что с человеческими глазами кажется, что именно этот человек. Но когда ты молишься о совершенной воле Божьей, это и совершенная, возможно, по-человечески это выглядит по-другому. То есть я как бы ответил, ну так вот, немножко. Я понял. Я знаю, что это по-отецки, да, но это правильно молиться, Господь, пусть воля Твоя. Да, но я бы конкретно не молился. И пусть придут к власти те люди, которых ты видишь для этого времени. И пусть придут те люди, которые ответят Твоим стандартам. Пусть придут те люди, которые ответят тем стандартам, которые церковь провозглашает, будучи столпом и утверждением истины. Я почему-то вспомнил за футбол. Я не знаю. У меня сын футболист. Футбол, сокер или ваш американский футбол? Ну, сокер, да. Настоящий футбол, да. Настоящий. У меня сын молится. Он, когда едет играть на игру, он молится, Господь, помоги нам выиграть. Я всегда использую этот момент для того, чтобы говорить в его жизнь о том, что я ему как-то говорю, Тим, а ты знаешь что? Наверное, в твоих другой команде тоже верующие. И они тоже едут на эту игру и тоже молятся. И есть такой интересный момент, особенно те, кто слушают нас, может быть, вы смотрите футбол или играете в футбол. Есть такой вопрос, будет ли футбол на небесах? Как ты думаешь, по-сторожно? Конечно, будет. Это Виталий Павлович знает. По футболу это Виталий Павлович. Есть такая интересная история, я сыну ее рассказывал, что у одного был вопрос, и вот приходит к нему во сне его друг, футболист, который не так давно ушел на небеса. И он говорит, спрашивает этот вопрос, будет ли футбол на небесах? И он ему отвечает, что у меня есть две новости. Одна очень хорошая, а вторая не очень. Первая новость, это что на небесах есть футбол, прекрасные стадионы, заполняемые, все так прекрасно играют, никто не травмирует. Это красивейший футбол, и там такое прославление перед игрой, молитвы там. Ну, такую я описал. Даже сам Иисус Христос иногда туда заходит. И говорит, ну а в чем же вторая, какая вторая новость, и почему она не такая хорошая? Он говорит, я просмотрел заявку игроков на следующий матч, и ты, дорогой, играешь в основном составе. Да, вот такая история. Значит, это для того, чтобы вы улыбнулись. А я не понял. Дорогие братья и сестры. Хорошо, прежде чем мы... Друзья, во-первых, я хотел бы еще раз напомнить, что вы на телеканале «Импакт», и вы слушаете программу «Влияние». У нас сегодня в студии гости из Одессы, Украины, пастора Виталий Казаченко и Василий Немчинов. И мы имели возможность, прекрасное время общаться с вами. И мы в основном говорили о том, что происходит в Одессе, о том, что происходит в церкви в Одессе, о том, что происходит на Украине в целом. И вот, пастор Виталик, тебе такой вопрос. Я знаю, что пастор Василий, он был твоим ближайшим сотрудником. Да, вторым пастором. Он был ближайшим помощником. И вот однажды он принимает решение уехать в Америку. Да. Как это расценил этот поступок старший пастор? Побег, испугался трудностей, или, может быть, какое-то божье направление во что-то новое. Вообще, почувствовал ли ты, что вот когда семья Немчиновых уехала? Что-то почувствовал. Что-то почувствовал. Безусловно, я убежден, что Господь, Он все обращает во благо для любящих Его. И семья Немчиновых, она планировала на самом деле уехать в Америку. Они как-то так резко, как мне показалось, может быть, или быстрее, чем я ожидал. Но, с другой стороны, в принципе, у себя в церкви я не придерживаюсь такой политики отпускать или не отпускать. То есть я не верю, что это правильно держать людей. То есть человек, он имеет право выбора, он может избирать. То есть те старшие пастора, которые нас слушают, если вдруг их помощники вдруг решат эмигрировать в Америку, это может быть от Господа? Это может быть от Господа. И, в принципе, воля человека — это воля человека. И Господь, Он направляет. И то, что я сейчас вижу, то, безусловно, Господь, Он обязательно это использует и будет использовать. То, что они здесь, мы там, и эти мосты, они духовные, они созидаются, строятся. Так что, слава Богу. Пастор Виталий, ты посетил Америку, был в штате Техас, провел определенное время. У нас здесь Сакраменто, был в церквях. Вообще, какое у тебя впечатление о... Мы говорили о церкви в Украине, о церкви в Америке. И, может быть, даже более конкретно о славянской церкви. Какие тенденции ты видишь? Есть ли что-то, что, может быть, изменилось от твоего последнего приезда сюда, посещения? В Америке так, по Божьей милости, мне приходилось бывать. И не один раз. Раньше я слышал так, что церковь Америки, она, в общем-то, загнивает. Потом, когда я приехал в Америку, то посетил церкви, увидел рвенных христиан, как англоговорящих, так и славянские церкви, конечно же, посещал. Безусловно, я вижу, что церковь Америки, она есть, она стоит, она сильная. И я верю в большое будущее для церкви Америки. Это если в общем сказать. В Техасе я был в Гэтвэй Чорч. Это потрясающий пример движения церкви, работы церкви, роста церкви, миссии, благословения Израиля. Такая достаточно обширная у них работа. Прославление, если мы говорим о музыкальной составляющей церкви. И подобные церкви есть, меньшие, и таких же, таких размеров. Безусловно, церкви, они тут хорошо себя чувствуют, как мне кажется. Есть что менять, есть к чему стремиться, безусловно. Если говорить о славянских церквях, то это мое субъективное мнение, безусловно. Во-первых, есть место, конечно, славянским общинам, славянским церквям. Но, как мне кажется, что некоторые славянские церкви, славянские общины, они начинают вариться в своей субкультуре. Вот той, или украинской, или российской, или белорусской. На мой взгляд, славянские церкви больше бы выиграли, в хорошем смысле слова, если бы каким-то образом открылись для непосредственно американцев, я имею в виду англоговорящих, или это сотрудничество с американскими церквями, с англоговорящими церквями, или какое-то, я не знаю, совместное строительство, совместное проекте, насколько это возможно, или вливание возможно. Один из вопросов, который на повестке дня в наших славянских церквях, и у нас уже время наше истекло, может быть, мы как-то в другой раз поговорим об этом вопросе, но остро стоит вопрос языка, остро стоит вопрос нового поколения, которое выросло. И они уже американцы. Они уже американцы. Вопрос стоит, как может ли славянская церковь достигать американцев. Другой вопрос стоит, эффективнее ли, если американская церковь достигает славян. И вот у тебя была возможность побывать в нашей церкви «Импакт». Это американо-славянская церковь. У нас две конгрегации, англоговорящая, русскоговорящая. Вот какое впечатление у тебя от того, что ты побыл в той церкви, где и две культуры, они как-то вместе, два народа. И вот что ты можешь сказать по этому поводу? Вот церковь «Импакт» — это та модель, как мне показалось, может быть, это слишком пафосно прозвучит идеальная модель, но для меня, для моего менталитета, для моего восприятия, то есть я ощутил хороший, комфортный такой вот момент соединения американской культуры и славянской культуры. И даже выходом с Одессы, вот так сказать, иммигрантом с Одессы, с нашей церкви, я рекомендовал именно церковь «Импакт» с любовью и уважением ко всем славянским и другим американским церквям Сакрамента. Тем не менее, я рекомендовал церковь «Импакт». Почему? Именно потому, что, как вы уже сказали, пастор, вот этот симбиоз, он помогает и новому поколению найти свой духовный дом. И тем не менее, где-то оставаться для достижения русскоговорящих или украиноговорящих. Спасибо, пастор Виталий, спасибо, пастор Василий. Наше время истекло. И как мы обещали нашим телезрителям, у нас сейчас есть время для того, чтобы нам помолиться. У нас буквально есть несколько минут, чтобы помолиться о нуждах. И мы, пастор Виталий, мы с тобой согласимся в этой молитве. И будем верить, что там на местах будут происходить чудеса. Бог будет отвечать на молитвы. Пожалуйста, тебе время. Слава Богу, друзья. Господь, Он отвечает на молитву. И Господь, Он желает являть Свою славую силу. Он желает благословить каждого человека. Все, что нужно, это обратиться к Нему. И мы сейчас вместе это сделаем. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа Назарета, мы приходим к Тебе в этой молитве, молитве согласия. Мы возносим, Господь, Тебя, превозносим Тебя. И мы благословляем каждого телезрителя, мой Бог. Мы молимся о каждой ситуации, которую Ты знаешь, в которой находится каждый телезритель. Мы молимся во имя Иисуса Христа, о божественном прикосновении, о излиянии Божьей благодати, о восполнении всякой нужды по богатству Божьему, в славе Христом Иисусом. Будьте исцелены и спасены во имя Иисуса. Аминь. И еще раз мы все говорим Аминь. Спасибо большое, друзья, что вы были с нами. Мы благословляем вас, и мы встретимся с вами в другой раз здесь, на этом же канале, на программе «Влияние». Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова